И, наконец, я подошла к самому интересному. А каким все-таки может быть отдых на Мальдивах? Есть устоявшийся стереотип, что мальдивский отдых – это исключительно полный релакс, спокойствие, тишина, единение с природой. Да, так оно и есть. Это классические Мальдивы. Уже давно некоторые отели придерживаются концепции no news, no shoes – нет обуви, нет новостей. Ее смысл заключается в том, что, попадая на Мальдивский остров, вы снимаете обувь, отключаетесь от мира, не смотрите телевизор, не получаете никаких новостей. Сегодня вторая часть этой фразы no shoes вполне реализуема. На Мальдивах много отелей островов, сохраняющих тропический стиль, когда у вас максимальное погружение в природу. Прежде всего, через хождение босиком, потому что песчаный пол везде – дорожки, лобби, бары, рестораны, спа. Со второй частью сложнее. Когда мы начинали продавать Мальдивы в начале 2000-х, не везде еще была стабильная мобильная связь. Сейчас с этим проблем нет. На все острова проник интернет, и отключить себя от новостей и внешнего мира может только сам человек, если захочет. Классические Мальдивы идеальны для романтических путешествий любых пар. Но все течет, все изменяется. И на Мальдивах постепенно появились новые концепции, которые больше нравятся семьям с детьми и людям активным, желающим развлекаться и днем, и вечером. И появились так называемые альтернативные Мальдивы. Сегодня это всего около 15% отелей островов, причем разных. Вот пример больших островов с активной инфраструктурой. В качестве иллюстрации я выбрала самый большой отель на Мальдивах Sun Island Resort 4 звезды. Определенный интерес вызывают комплексы из нескольких отелей, когда можно пользоваться инфраструктурой соседнего отеля или отелей. Для примера, отели за резиданс Дегура и за резиданс Фула Маафуши. И буквально десяток отелей можно отнести к настоящим альтернативным Мальдивам, потому что они предлагают концепцию динамичного клубного времяпрепровождения. Здесь никому не будет скучно. Курорт предлагает множество спортивных, оздоровительных и развлекательных предприятий, как для взрослых, так и для детей. Детские и подростковые клубы, дневная и вечерняя анимация, пляжные клубы с диджеями. Для примера привожу уникальный надувной аквапарк в отеле The Standard. Ну а по геям альтернативных Мальдив являются на данный момент только два отельно-развлекательных архипелага. Фарри Айленд в северном Мали, люксовый сегмент, я привожу как пример пионера этого направления, более доступного по цене комплекса Кроссроад в Южном Мали, который будет состоять из семи островов, но на данный момент открыто три. Два отеля острова Хардрок и Сай Лагун и торгово-развлекательный остров Замарина с причалом для яхт, улиц и магазинов и ресторанов. Именно на этом развлекательном острове находятся фитнес-центр, спа, детский клуб, которыми могут пользоваться гости обоих отелей. Хардрок-отель связан с этим островом 400-метровым пешеходным мостом, а Сай Лагун отделен от развлекательного острова небольшим почти незаметным мосточком. Что выбрать? Что делать, если хочется совместить классические и альтернативные Мальдивы? Выход есть в комбинированные туры, которые туристы часто практикуют. Первый вариант – скомбинировать два классических острова, маленький и большой, в разных атоллах, с разными трансферами, чтобы попробовать, например, гидросамолет. Второй вариант – классические Мальдивы плюс альтернативные или наоборот. Это направление часто становится повторным, и вы поймете для будущих путешествий, какой отдых вам подходит именно на Мальдивах. Важно знать, что любая комбинация предполагает переезд через Мале, а также в условиях пандемии требует предварительного согласования за два дня до переезда на новый остров. Возможно, понадобится тест ПЦР. Поэтому наиболее простой способ сейчас – комбинировать острова одной отельной цепочки, когда тест могут не требовать. Одно из решений при сложном выборе, при взгляде на будущее путешествия, или даже при отсутствии номера на весь период пребывания – комбинация номеров. Попробуйте пожить в пляжной вилле и водной вилле. Причем это можно также конструировать с вариантом классические альтернативные Мальдивы. Я совсем ничего не рассказала про круизы по Мальдивским островам, но такие есть, и с ними также можно комбинировать отдых на острове-отеле до или после круиза. Скомбинировать можно страны, особенно если совершается транзитный авиаперелет. Из Москвы вариантов больше. Это Дубай Эмираты плюс Мальдивы или наоборот, Доха Катар плюс Мальдивы или наоборот, Стамбул, Турция плюс Мальдивы. И даже есть вариант Сингапур плюс Мальдивы. Но из Москвы будет крюк. Что касается Новосибирска, то у сибиряков есть вариант совместить отдых на Мальдивах с Эмиратами. До пандемии также был транзит через Бангкок. Сейчас эта информация еще требует проверки. Ну что же, я завершила свой рассказ о Мальдивах, главной целью которого было проинформировать вас о всех возможностях отдыха на этих островах. Как видите, это не такое уж простое пляжное направление. В силу того, что вы окажетесь на все время вашего отдыха на одном отеле-острове, если не закажете комбинированные туры, то очень важно правильно подобрать отель. Самостоятельно с этим справиться, наверное, можно, особенно после моего рассказа. Однако очень многое осталось за кадром, да и туристам нет смысла вникать во все нюансы. Это наши рабочие моменты. Все, что нужно, мы учтем при работе с вашим заказом. Приглашаем вас на Мальдивы. Обязательно запланируйте это направление, и ваша коллекция пополнится красивым и незабываемым путешествием.